Подальше положишь, поближе возьмешь. На железнодорожном транспорте нередки случаи краж личного имущества пассажиров. Как правило, вина в беспечности самих граждан. Как обезопасить себя от потерь в сюжете Ирина Вобещевич. В период летних отпусков больше граждан пользуются железнодорожным транспортом. Порой путешествие омрачается утратой собственного имущества. Злоумышленники не дремлют и ищут беспечных граждан, чтобы завладеть их имуществом. Всё чаще предметами преступного посягательства становятся сотовые телефоны по причине высокого спроса на них. Как правило, пассажиры оставляют на общих розетках телефоны на подзарядке. А когда возвращаются, то не обнаруживают свой гаджет. Об этом и многом другом напоминают гражданам сотрудники линейного отдела полиции станции Караганда-Сортировочная. Уже на вокзале можно увидеть расклеенные памятки. Их же вручают лично в руки. Во исполнении приказа министра внутренних дел Республики Казахстан за номером 501 об утверждении программы министра внутренних дел по противодействию кражам на 2019-2020 годах. Сотрудниками полиции лоб на станции Караганда-Сортировочные были разработаны бюллетени, памятки, целью профилактики, недопущения краж чужого имущества. Деньги, документы, телефоны и другие ценные вещи не стоит оставлять без присмотра и даже в наружных карманах. Ввиду большого потока пассажиров и его частой сменяемости, раскрытие краж представляет собой непростую задачу, говорят полицейские. Надежнее всего не создавать условия для совершения краж. Но если это произошло, то помните, по горячим следам преступления против имущества раскрываются гораздо быстрее. Не доверяйте незнакомцам, не употребляйте спиртное, не демонстрируйте без надобности свои телефоны, ноутбуки, планшеты и тем более деньги. Предупреждают полицейские. И тогда ваше путешествие будет непременно благополучным. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 канал.